Ни слова против. Жители Беларуси устроили акции молчания сразу в нескольких городах страны Минске, Гродно, Витебске, Гомеле и Бресте. И везде одна причина – бешеный рост цен. За последние недели только продукты питания в Беларуси подорожали на 30-50%. На митингах не было ни лозунгов, ни транспарантов, ни речей. Но молчание, как выяснилось, бывает красноречивее слов и тоже способно вывести власть из себя. Из Беларуси Александр Балицкий. Уже были акции «Стоп бензин» в Минске и «Стоп граница» на погранпереходе Брусгиво. Теперь кажется просто «Стоп». Сотни горожан вышли в центро Минска для того, чтобы просто встать молча, без лозунгов и транспарантов. Они назвали это молчаливой революцией через социальную сеть. Призывы собраться распространялись в интернете. Никаких политических заявлений, только свист и аплодисменты. Почему мы радуемся, что мы здесь собираемся? Мы можем собираться, мы не боимся их. Мы не боимся, мы потеряли страх, потому что мы живем в этой стране. На, казалось бы, безобидную акцию милиция отреагировала немедленно. Площадь огородили турникетами, все выходы из метро закрыты, толпу методично выдавливают. Трой здесь не работает, парень. Проходим, проходим. Просто не пускают людей на площадь выйти на улицу. Это уже такое наглое нарушение прав и свобод человека. Вопреки официальным заявлениям, что пикетчики принесут взрыв пакеты и даже придут с оружием, акция проходит мирно. Даже похоже на народные гуляния. Но спустя 40 минут пошли первые задержания. В Минске в отделениях милиции оказались 17 человек. Еще десятки в Гродно, Витебске, Бресте. Этот молчаливый протест охватил всю Беларусь. У нас сведомое в Минске. Вот это поднять в социальных сетях, в интернете, вперед, забастовки на границах. Ну, я так буду смотреть, наблюдать, наблюдать. А потом, если шарахну, то через границу не успеют перебежать. Ну, вот они стоят и вот ждут, пока отдадут приказ, видимо, шандарахнуть. Вы можете наблюдать. Вот и ОМОН, и автозаки во всех дворах стоят. Поэтому будем надеяться, что не шандарахнут, а то, что шандарахать – это шандарахать свой народ. Все это сопровождается глубоким и затяжным кризисом. Запрещая белорусское вывозить, власти по-прежнему агитируют белорусское покупать. Тем более, что ажиотаж постепенно спал, товары снова на прилавках очереди нет. Правда, и цены уже совсем не те. Даже государственная статистика сегодня подтвердила – овощи в Беларуси подорожали на треть, фрукты, мясо – больше, чем наполовину. Не меняя своих экономических убеждений, официальный Минск не меняет и идеологических. Акции протеста, массово прокатившиеся по стране, остались за кадром. Местных новостей. Между тем, такие народные гуляния теперь будут проходить каждую среду. Главная акция – 3 июля, в День независимости Беларуси. Александр Балицкий, Павел Мир, Родион Белецкий, Андрей Кочур и Сергей Пушкин. Вести. Беларуси.